Ну что, мои дорогие, всем огромный привет! Я налила себе чашечку чая, дабы не махать от радости руками и не портить картинку. Меня зовут Вика, я же 18 лет в Германии, о том и рассказываю. В общем, рассказываю вам свои новости. После прошлого видео я получила столько поддержки. Спасибо вам, мои дорогие зрители, от чистого, от сердца, прям большое-большое спасибо. Безмерно вам благодарна. У меня такой зритель, вот просто неповторимый. Девочки, мальчики, огромное вам спасибо, что вы у меня есть, что вы меня поддерживаете, что вы меня любите и даете мотивацию для блогерства. Ну и теперь к новостям. В общем, в прошлом видео я вам рассказывала, что я очень сильно хочу полететь домой в этом году, что я не была 3 года дома. А-а-а, чей вкусный. Вот. И рассказывала, что все планы рухнули, потому что очень дорогие билеты, они просто нереально дорогие были, 1000 евро за билет. Плюс нужно было открыть визу, плюс нужно было сделать ПЦР-тест, и это бы вышло все. Около 3000 евро, это реально неподъемная сумма. В общем, я выложила это видео. Это было уже 3 дня после того, наверное, как я это все узнала. Вот. И как бы я ходила тут вне себя, да, от горя. Я не знала, что делать. На следующий день у меня был день рождения. Мы его, кстати, отметили вот так. После своего дня рождения я решила, сделаю визы, там посмотрим, будет видно, как и что. И когда я позвонила, мне сказали, что визы не выдают. Это был кошмар и ужас. Это было еще хуже первой новостью, что билеты дорогие. Визы не выдают, понимаете? Такой наплыв туристов. Ну, понятно, что это не туристы, а это люди, которые точно так же, как я в прошлом году не побывали, в позапрошлом. И пока появился вот шанс попасть хотя бы этим летом, да, все ринулись в Казахстан. И посольство просто не справляется с переработкой, с обработкой документов. Ну, как мне объяснили в райзобюро. Ой, это был кошмар, кошмарный. В общем, да. Я потерялась, честно, я потерялась. Я, наверное, вообще день ходила просто. Ну, я думала, что я найду эти деньги уже в конце концов, да. Я где-то займу, перезайму, еще что-то. Вот. На следующий день я звоню. Ну, что... Ну, она мне сказала, эта женщина из райзобюро, что перезвоните. Я перезваниваю через день-два, не помню. И она говорит, что визы делаются, но только с 16 августа. Прекрасно. Каникулы у нас с 1 числа, с 1 августа. И до какого там? До 12-го. А я планировала где-то недели на 4, потому что у нас очень-очень долгий путь. То есть, ну как долгий? Нам двое суток практически нужно добираться до моего города. Это, можно сказать, 4 дня из 3-х недель. И это получается, ну, 2 недели и 3 дня я вот по факту побуду со своими родными, да, в спокойствии, если отнять еще, скажем так, 2 дня на, на что? На то, чтобы прийти в себя, прочувствовать все это, да, то есть, там, неделя-полторы. Ну, ладно. В общем, я решила, сделаю визы, ну, с 16-го, так с 16-го. Ну, 2 недели, ну, так 2 недели. Ну, что сделаешь, да? Ну, хотя бы так. Вот. В общем, отпроситься с работы, ну, как-то вот ради этого. Самое интересное, что это рай заберу. Вообще, недалеко от моей работы находится. В общем, я сгребла все деньги, я сгребла все паспорта. А, мы еще вечером, как сумасшедшие, бегали фотографироваться, потому что я забыла сделать фотографии. На визу они нужны. Короче, там вообще такой трешак получился. Ну, ладно, это не важно. В общем, Леон сдал визы, и нам сказали, ждите, завтра дадим ответ. Нет, будут делаться визы или не будут делаться. Ну, вы уже поняли, да? Вы уже поняли, что я купила билеты. Нет, подождите, я их еще не купила. В общем, визы мы сдали. Я подождала где-то 3 дня. Мне сказали ответ, что да, делаются. С 16-го числа и на 3 месяца. Вот, еще через день я позвонила и говорю, давайте искать билеты. И начали мы искать. А, нет, подождите, подождите. Было по-другому. Я начала искать в интернете билеты. Думаю, в Райзебюро дорого. Надо же в интернете поискать. Я поняла одну фишечку, что билеты со 2-й середины августа намного дешевле, чем с 1-й. Это раз. И если взять пару дней школьных, ну, то есть, вот как школа начинается, каникулы заканчиваются. 12-го, допустим, они идут в школу. А если обратный путь забронировать на 13-е число или на 14-е, билеты в разы дешевле, понимаете? Думаю, так, звоним в Райзебюро и спрашиваю. Может, действительно так? Потому что в интернете я не нашла прямого рейса. Есть рейсы, но, вы знаете, там только что вот на собачьих полосках, на собачьих упряжках не скакать. По 30 часов добираться до Астаны, хотя тут лететь 5 часов. Вот, позвонила я в Райзебюро, и она мне говорит, да, билеты подешевели, да, билеты есть. Вот, и, в общем, мы нашли там середина августа и почти по середину сентября, почти на 4, на 4 недели я лечу. Мы летим в Казахстан! Сейчас я вам вставлю кадр, как я только что вышла из Райзебюро, какая я там была. Я купила билеты. Я даже не верю, если честно. Вообще не могу поверить, что у меня на руках сейчас два билета, и что мы летим, летим домой вместе с Леоном в гости. Выдохнули и побежали дальше по делам. Ну вот, ребята, мечты-то сбываются. В общем, если что-то Викочка захотела, но я эти импульсы, да, посылала вселенной, не знаю, уже, наверное, год, год я посылала. Я во время карантина хотела полететь, но мы не знали, когда мы выйдем. Если бы я знала, что я 7 месяцев просижу дома, я бы в любой момент, в принципе, могла собраться и полететь. Но мы не знали, когда мы выйдем на работу. И вот я все так хотела, так хотела, так посылала вот эти вибрации в космос, да, молилась Богу, чтобы вот как-то хоть что-то у меня получилось. И вот сейчас, сейчас у меня билеты почти на руках. И все это, понимаете, вот так вот все происходит между работой, между дома, между другими. Кстати, вторая хорошая новость, но она, конечно, наверное, немножко устарела, но я вам все равно не расскажу. И все это бегом, бегом, и вот так вот в таком настроении, да, то есть, то нету, то летим, то нету. Два билета нам обошлось в 1000, округлю 1400 евро, вот так скажем. Но на 600 евро дешевле, понимаете, это же большие деньги. Вот я снимаю деньги и понимаю, что банкомат выдает только 1000 евро. Знаете, мы всегда рассчитываемся картой, паром как-то никогда нигде. И поэтому, ну я знала, я просто подзабыла, что в автомате можно только 1000. В общем, я эту 1000 снимаю. На работе отпросилась, лечу в Атерайзе. Вот посмотрите, что происходит, когда я тороплюсь. Вот реально. Вот откуда здесь это гребаная штаб? Вот откуда просто? Даже не час пик еще. И мы почти стоим, а я тороплюсь, потому что мне надо вернуться на работу. Блин. Я ей объясняю, она говорит, ну вы вообще могли полностью всю сумму перевезти. Туда меня доходит, да, действительно, мы же могли всю сумму перевезти. А почему я такая в панике была, сейчас расскажу. Билеты я заказала, сейчас скажу, забронировала. Вчера на три дня у меня в голове почему-то вторник. И вчера вечером мне приходит в голову, алло, завтра, то есть сегодня, они работают до четырех, я не успеваю. Я тоже до четырех работаю. В субботу они вообще не работают. А в воскресенье вообще тем более не работают. Когда я билеты-то выкуплю? Я договорилась с коллегой по работе, благо у нас, ну как, замечательный коллектив такой. Это вот, ой, прям повезло, очень повезло с коллективом. Согласились меня подменить. Спасибо огромное, да, я знаю, что эти люди меня тоже смотрят, наверное. Вот, и все, понимаете, как бы все сложилось, все карты абсолютно сложились. Она мне простила, ну как простила, она мне дала просто рейтинг, чтобы я дома уже перевела эту сумму. Вот, и в понедельник уже билеты будут, придут, и мне их просто забрать и ждать. Да, я не буду говорить, какого числа, середина августа. В общем, ребята, вот такие новости. Все, я безумно счастлива, я уже прям стою на работе и мечтаю, как я там схожу. С этого трапа и вижу своих родных, и мы обнимаемся. И, блин, это такие вот просто бесценные моменты, да. Столько раз я их переживала, и каждый раз, блин, каждый раз мы ревем все. Каждый раз в шоке, да, потому что, ну, не видишься год-два. Естественно, потом вот прям такие встречи долгожданные. Вот, я думаю, что у моей крестной там в голове тоже уже кипиш, что готовить, куда пойти, где, что, как. Думаю, что она уже тоже там ночами не спит. Но я, конечно, в первую очередь сообщила ей эту новость, как только вышла с райзобюро. Марина, мы выезжаем, мы вылетаем, мы летим. О, не могу. Все мне эмоции переполняют. Я держу чашку, ребята, держу чашку, чтобы не махать руками. Вот, ну ладно, это была первая новость. Вторая новость. Ребят, я будильник поставила, чтобы не наболтать вам на полчаса. Буквально 15 минут от нему вашего времени. Вот, вторая новость. Кто меня смотрит с начала, с начала основания моего канала, это было в ноябре месяце примерно, так все знают, что в феврале месяце, господи, я же даже разговаривать не могу, что в феврале месяце у нас начался ремонт. В доме меняют трубы. В общем, произошла такая ситуация, что трубы-то нам поменяли, стену заделали, но поставили не ту стену, которую мы хотели. То есть мы хотели серую, а нам поставили почти черную. Вот, и когда зашел разговор там, как и что, скандал, короче, был. В общем, они сказали, что такого материала больше нет. Я не могла понять, как это нет, если мы его заказали, почему его больше нет. В общем, мы тут все думали, решали, решили сделать уже ремонт капитальный, и решили сделать плитку в туалете, поменять, то есть плитку. Ну, соответственно, той части, которой нет, новая, а здесь вот по бокам сделать старую. Вот, сейчас я вам покажу, покажу кусочек, да, как выглядит наш туалет сейчас. Ну вот, ребят, собственно, как все это дело выглядит. Германия, 2021 год. Вот здесь, видите, ведро стоит. Для чего, как вы думаете? Да, чтобы смывать. Потому что кнопочка у нас еще заблокирована за счет Бауштели. Здесь ничего не сделано. Плитка отдолблена. Здесь гипсокартон с дырками. Здесь плитка осталась, потому что на одном уровне. Здесь плитка отдолблена. Пол... Ох, господи, не убиться бы. Здесь пол наполовину оторван. Ну, я пробовала, как это будет отходить. Унитаз без матов попробую на пьедестале. Вот. Это ужас просто. Ну, это кошачий туалет. Вот. Короче, вот так все это выглядит. С февраля месяца, что ли. Ну, было намного хуже. Ну, вот конкретно в таком состоянии это все дело с марта месяца. Ну, сами понимаете, да? Это не то, что я тут не говорю уже про комфорт. Здесь не убраться, потому что со стен все летит. Вот с этих дыр все летит, потому что еще делается ремонт где-то наверху. Вечная грязь. Вот это смывание вот этими ведрами. Блин, я уже реально прихожу куда-то в гости. И я ищу ведро, чтобы смыть. Ребят, это ужас. Вот это я хотела вам показать. Ну, вот, видите, это просто кошмар и ужас. И вот так и живем. Это ужасно. Я вам даже передать не могу. Во-первых, это всегда бардак. Это всегда вонь. Потому что вот этот гипсокартон, который сзади стоит, а он стоит уже месяца два-три, его же не отмыть. Сами понимаете, от чего. Вот. И проблема была в чем? Ну, во-первых, в финансах. Во-вторых, невозможно найти сейчас мастера-плиточника, кто ложит плитку. Мы вообще это все затеяли. То, что мы как бы нашли мастера, он согласился, сказал определенную сумму, и мы как бы все это затеяли. Да, нам приклеили этот гипсокартон. Ну, потом мастер отказался, ну, там, по определенным причинам, да. И все зависло. Мастера мы найти не можем, материал мы найти не можем. Это было самое странное. Я ходила по этим магазинам, смотрела эти плитки. Ну, такая фигня. Я не знаю, каких-то десятилетий назад эти плитки, ничего нового, ничего интересного. Была в одном магазине супер космические цены, да, как мне понравилось. Я пришла домой, посчитала, это очень дорого, там, 100 евро, 100 евро квадратный метр. И все это зависло. Материала нет, мастера нет. Вот, потом, вроде бы, как я сообразила пойти по соседям. Ну, другие же тоже делали. И вот у одних мне очень понравилась плитка, они мне дали номер телефона, что за фирма, она в соседнем городе находится. Вот, осталось найти плиточника, потому что, ну, как, я бы хотела точно такую же плитку, как у них. Ну, что уже, уже о чем думать? Все, в общем, пришел плиточник один-один. Пришел, вот, не знаю, сам пришел, сам нашелся. Но он загнул, ребят, такую цену, что ой, прям ой и ах. Ну, я, естественно, отказалась. Теперь, значит, мы поехали искать эту плитку. Вернее, мы поехали в этот магазин. За этой плиткой оказалась мастер, не мастер, а продавец русский. И он, как бы, хозяин этого магазина, этого лагеря. И у него есть свои работники, которые эту плитку кладут. Представляете? Вот, мы объяснили всю ситуацию, насколько нам сложно живется. Ну, есть, ребят, это, конечно, мелочи жизни, да, мелочи жизни абсолютно. Так, я уже болтаю больше 15 минут. Видите, какая я хитрая в этот раз, чтобы вас не задерживать. В общем, ребята, в понедельник к нам приходит, приходит бригада с плиткой. Все нам делают абсолютно. И уже к концу недели, возможно, я буду ходить в туалет и смывать кнопочкой. Вот. Вот такие у меня радости. Мелочи жизни, я понимаю. Но когда ты очень долго чего-то хочешь, ты это планируешь и ты просишь. А потом ты это получаешь. Ну, как долгое время тебя держат в напряге, в напряжении. А потом ты это получаешь. Ну, радости, ну, полные штаны. Так что вот, ребята, это две новости, которые я хотела вам рассказать. Потому что это на меня сильно давило. Это меня сильно беспокоило. А теперь вроде бы как все решилось. Я с вами, со своим дорогим зрителем делюсь. Потому что вы у меня самые-самые дорогие, самые ценные зрители. Я вот, я вас всех люблю. Всех целую. Всем благодарна просто безумно за поддержку. За добрые, за теплые слова поддержки. За поддержку и за теплые слова поддержки. Да. Ребята, все. Я извиняюсь. Я просто вся вот такая вот в кипише. Всех люблю. Всех целую. Пока-пока. До новых встреч. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok